Города ПФО становятся ближе. Теперь добраться в Казань из Оренбурга можно за два часа вместо обычных десяти. Сегодня в аэропорту приземлился первый самолет. В какую сумму обошелся рейс, знает Дарья Турцева. Этого рейса ждали 20 лет. Для дорогих гостей ковер к трапу и чак-чак. Ирина Антонова из Оренбурга в Казань прилетела к дочери и новорожденному внуку за два часа вместо обычных 8-9 автобусов. На машине очень тяжело в моем возрасте. На поезде тоже неудобно, потому что пересадка нужна. Поэтому очень удобно. Пассажиров пилотного рейса всего 10. Но это пока региональные маршруты будут популярными. Это и быстрее, и дешевле. Пассажиры будут оплачивать только половину стоимости билета. Остальное это субсидии за регионального и федерального бюджета. Таким образом, рейс, к примеру, Казань-Киров обойдется в 2800 рублей. Впрочем, есть мнение, что улететь можно будет даже за 100 рублей. Авиакомпании заинтересованы получать дотацию от государства. Дотацию они получают за пролетных пассажиров. Соответственно, летать просто так им невыгодно, а дотацию получить как бы хотелось. Поэтому, соответственно, скорее всего, будут очень большие скидки. Я не удивлюсь, если билет будет стоить 100 рублей даже. Это подтвердили и в авиакомпании. По новым, нераскрученным маршрутам можно будет летать за копейки. Этот проект в первую очередь специально назначен. Поэтому здесь о какой-то прибыльности речь не ведется. Здесь ведется речь о том, чтобы максимально комфортно создать жителям полосок федерального округа возможность в авиасообщении реанимировать эти перевозки. Летать будут на 50-местных бомбардье, а также на небольших легкомоторных самолетах. С 1 апреля из Казани можно будет добраться до Перми, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Уфы. Летом, когда авиапарк пополнится, география полетов расширится. То расписание, которое мы заявили, оно пока на этом этапе рассчитано на ту емкость и на то количество бортов, которые у нас есть. Но с 1 мая, по мере поступления, скажем, у нашей авиакомпании бортов частота и количество рейсов будут увеличены. По прогнозу Росавиации новыми маршрутами должны воспользоваться 12 тысяч человек. Как только пассажиры, которых 20 лет не летали, которых 20 лет не видел никаких оригинальных перевозок, поймут, что программа работает, что рейсы регулярные, что они обеспечены и сервисом, и безопасностью, и приемлемой ценой билеты. Соответственно, мы полагаем, что будет увеличиваться пассажиропоток, по мере его увеличения будет вводиться дополнительное количество рейсов. Программа субсидирования рассчитана до 30 ноября, но если эксперимент окажется удачным, его продлят. Дарья Турцева, Павел Прищепов, Аэра Ткаюмов. Вести Татарстан.